Споры вокруг федерального бюджета США достигли крайней точки. С начала нового финансового года более шести месяцев республиканская и демократическая партии не могут принять документ. Республиканцы настаивают на мерах строгой экономии. Демократы же заявляют, что столь резкое сокращение расходов ставит под угрозу выход США из экономического кризиса. В отсутствие бюджета временное финансирование правительства осуществлялось благодаря совместным резолюциям Палаты представителей Конгресса и Сената. Теперь же обе партии заявили, что больше временных резолюций не будет. Таким образом, финансирование может остановиться 8 апреля, и тогда правительству США придётся прекратить работу. Такой исход событий грозит тем, что 800 тысяч госслужащих будут вынуждены уйти в отпуск без сохранения содержания. Последний раз правительство США останавливало работу 15 лет назад. Президент Барак Обама говорит, что если такое произойдёт опять, это пагубно скажется на экономике, которая до сих пор восстанавливается после наихудшей рецессии 30-х годов прошлого века. Он призвал обе партии к компромиссу. «На данный момент мы просто должны быть уверены, что платим по счетам, а правительство остаётся открытым. Компании не любят неопределённости. И если они увидят, что мы можем неожиданно прекратить работу правительства, то это остановит темпы роста, и сейчас мы должны его восстановить». Спикер Палаты представителей, где большинству мест принадлежит республиканцам, говорит, что его партия не заинтересована в остановке работы правительства. «Я думаю, что остановка работы правительства – это безответственно, и что в итоге это будет стоить американским налогоплательщикам намного больше, чем они тратят сейчас». Угроза остановки работы правительства – это, пожалуй, самое большое политическое испытание для республиканцев и демократов с момента последних выборов в прошлом году.